Группа заболеваний Группа заболеваний В клинику пульмонологии НИИ интерстициальных и орфанных заболеваний легких направляют больных из всей Российской Федерации. В состав клиники пульмонологии входит консультативно-диагностическое отделение под руководством кандидата медицинских наук Надежды Тимофеевны Паниной. Сюда направляются пациенты с неясной бронхолегочной патологией. Прием осуществляют пульмонологи, таракальный хирург, онколог, фтезиатор и аллерголог. В кабинетах спирометрии обследуются пациенты всех отделений клиники НИИ интерстициальных заболеваний и НИИ хирургии и неотложной медицины. В составе консультативно-диагностического отделения функционирует дифференциально-диагностическая пульмонологическая комиссия. Пациенты, поступающие на обследование в стационарное отделение, заведующее отделением Александр Кимович Фридленд, после установления диагноза продолжают находиться под диспансерным наблюдением врачей, клиники, кафедры и НИИ вне зависимости от их места проживания. Профессор Валерий Александрович Войнов руководит отделением гравитационной хирургии крови. Здесь проводятся процедуры плазмофереза, направленные на удаление из организма таких крупномолекулярных продуктов, которые почки не выводят, и их можно убрать только вместе с жидкой частью крови – плазмой. Плазмофильтры и аппараты для мембранного плазмофереза были разработаны именно в нашем университете и сейчас широко используются и в нашей стране, и за рубежом. Они нашли применение при аутоиммунных заболеваниях, среди которых и фиброзирующие альвеолиты, и саркоидоз, и бронхиальная астма. Плазмоферез позволяет сильно улучшить функциональное состояние легких, добиться более управляемой ремиссии при меньшем уровне медикаментозной поддержки, сохранить приемлемое качество жизни и работоспособность, намного увеличить продолжительность жизни таких больных. В течение 15 лет успешно работает стационар дневного пребывания, которым заведует кандидат медицинских наук Заремба Ирина Александровна. В этом отделении проводятся обследования и лечения больных с различной патологией органов дыхания в максимально короткие сроки и часто без отрыва от работы и привычного образа жизни пациентов. Здесь обследуются и больные с интерстициальными заболеваниями легких, и сложные в диагностическом плане пациенты с хронической обструктивной болезнью легких, тромбоэмболии мелких ветвей легочной артерии, рефлюкс с эзофагитом, хронической дыхательной недостаточностью. В дневном стационаре применяются современные методы диагностики, ночная пульсоксиметрия, суточная пиашметрия и методы лечения, небулазерная терапия, подбор неинвазивной вентиляции легких для пациентов, сопное сна, хронической дыхательной недостаточностью, методами СИПАП и БАЙПАП-терапии и подбор режимов длительной кислородотерапии на дому. СИПАП-терапия 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 В результате была написана и издана в 2016 году книга «Интерстициальные и орфанные заболевания легких» под редакцией профессора Михаила Михайловича Ильковича. СИПАП-терапия 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 СИПАП-терапия